всем огромный привет с вами таня и алексей за кадром и это семья на море сегодня расскажу я вам про получение своего второго внж по обучению не обошлось без сложностей все теперь я обладаю карточкой продлилась еще на один год и раз такое событие мы решили наконец-таки выехать из словении отправились в италию посетим сегодня один замок ребята я хочу вам порекомендовать наши каналы в телеграме это новости словении там алексей подбирает самую актуальную подборку новостей актуальную информацию что произошло в словении по закодам также вот по внж недавно такая новость очень интересная вышла обязательно переходите читайте вот здесь где-нибудь будет ссылочка или qr-код алексей сделает также у нас есть свой телеграм-канал где мы рассказываем из первых уст что я получила карточка внж наши подписчики в телеграме уже знают как это было так что если вы не с нами подписывайтесь и конечно же наш инстаграм находимся мы возле замка миромары от нашего дома из любляны ехать полтора часа сегодня в замке между прочим бесплатный вход и там есть что посмотреть но не знаю как следующий раз когда вы сюда приедете но там очень-очень интересно итак мы находимся на территории замка он находится прямо на берегу моря такой знаете как ласточкино гнездо то есть такое там обрыв очень красиво здесь живописно потрясающие вокруг виды зеленая красивая территория замок миромары называют белой жемчужиной триеста он величественно возвышается над резким заливом и был построен в 19 веке по указанию австрийского эрцгерцога максимилиана в качестве собственной резиденции комнаты замка можно осмотреть согласно установленному маршруту хозяйские апартаменты выполнены в неоготическом и неосредневековом стиле замок был спроектирован в комплексе с обширным парком который его окружает саду произрастает множество ценных ботанических видов растений вдоль дорожек располагаются клумбы скульптуры а на территории парка фонтаны и пруды ну что давайте начну свой рассказ я сразу вначале заинтриговала вас тем что не без проблем в этом году и сейчас постепенно расскажу поэтапно как это было я нахожусь в словении на обучение в колледже славянском обучение строится на славянском языке факультет гости гостеприимства и туризм и у меня закончился действующий внж и мне нужно было продлевать его также по обучению как студент продевается он также на год обучения на следующий я перешла на второй курс я планировала либо повторить год но получилось перейти перевестись на 2 летник на 2 курс на моем факультете все хорошо с этим все без проблем я получила впис чтобы подать заявление на продление моего внж подала я 20 августа еще до того как у меня истек самой действующими внж он у меня после после подачи еще действовал целый месяц и получается время которое я ожидала свой внж два с половиной месяца в прошлом году на минуточку это вообще произошло за месяц 20 августа мы подали документы на внж полный пакет все что нужно было впис все прям идеально не подкопаешься где-то спустя наверно две или три недели мне звонит мой референт и просит предоставить объяснение откуда у меня денежные средства потому что когда подаешь документ обязательно должен предоставить что у тебя есть деньги вот как на визу да вот я бы сделала выписку из своего банка достаточное количество средств вот она просит это подтверждение и сама же мне по телефону говорит что это у вас подарок дарила и так далее и ввела тем самым меня в заблуждение соответственно такая да вот и она такая ну вам тогда нужно мне написать ответ я говорю хорошо продиктуйте свой адрес e-mail на что она сказал нет не надо мой адрес пишите на общую почту управной еноты ну соответственно все мы сделали написали подтверждение объяснение откуда денежные происхождение денежных средств отправили на почту прошло какое-то то же время может быть неделя-две она опять мне звонит она говорит окей это у вас дарила значит придется подарил муж хорошо значит предоставьте еще раз новую справку о том что вы ну то есть деньги у вас до сих пор есть на счету то есть обновленную свежую справку доставьте пожалуйста свидетельство о регистрации брака да и переведенные на словенский еще и заверенный нотариально новенькая свеженькая с хорошими сроками не позднее там по-моему месяца она сказала я такая говорю напишите мне пожалуйста на e-mail она опять отказывается писать мне на e-mail год окей я вам отправлю по почте то есть наша референтка отказывалась вообще переписываться по электронке только звонила мне и в конце концов она получается отправила официальное письмо на на почту в ящик нам чтобы бросили и вот там она запросила и еще она попросила чтобы мы предоставили я не знаю не помню как правильно называется на условно декларацию о том что на этот подарок который подарил мне алексей данные эти деньги что я уплатила налог на что естественно мы все подробно потом прописали что я не являюсь налоговым резидентом словении что мы написали сдали ссылку на закон и также кстати по закону муж может подарить жене до 5000 в год и это тоже не облагается налогом у них за подарок подарки облагаются налогом здесь в словении точнее мы предоставили эти документы отправили их по почте на склад обязательно по почте и вот получается какое-то было у нас 30 октября я получила свой внж то есть на больше вопросов не задавала все документы которые мы предоставили и прописали все пометки и устроили вот но так как мы уже не знали она не отвечает на почту значит никаким образом мы не можем узнать информацию потому что мы даже пытались написать на ее почту по ее имени фамилии пытались пробиться начали звонить в еноту 45 минут я дозванивалась вся в мандражеток и где-то за неделю до того как мне пришло приглашение на получение мы дозвонились и мне сказали что мои мое дело рассмотрено готово и отправлена карточка на печать в цели и через неделю мне приходит мы уже все не надеялись перед каникулами все думаю никуда не поедем будем сидеть дома словении и приходит вечером лёша приносит письмо счастья что вот можете приходить получать внж но ближайшая запись на получение внж это было где-то через 30 дней но мы решили что я не хочу ждать этого и пошли в порядке живой очереди получать на следующий же точнее как пятницу пришло письмо а в понедельник я уже с утра 8 часов была в управной еноте 2 часа я просидела всего лишь в очереди чтобы саму карточку получить и еще два часа я просидела в другой очереди чтобы зарегистрироваться по месту жительства то что обязательно в течение восьми дней после получения карточки внж вы должны зарегистрироваться по месту жительства тоже там штрафы какие-то очень большие ну короче в общем обязательно ну вот и теперь можете меня поздравлять спустя два с половиной месяца и тернистого такого пути я обладатель второго внж точные 2 карточки внж теперь можно расслабиться ну что я вам еще расскажу следующий наш план с алексеем это получается алексей уже на два года он такой белый человек ему два года в родной продлеваться не надо но а когда у алексея будет два года проживания в словении я могу вместе с детьми с ним бы соединиться и мне придется опять конечно собирать пакет документов идемте дальше прогуляемся здесь очень красиво то есть помимо того что сам замок красивый и сама вот это архитектурная ее красота но и при этом здесь такие балкончики представьте вы живете в этом замке вышли прогуляться здесь вот так вот смотрите вот там по лестнице можно спуститься и видеть этот пирс здесь потрясающе просто умоповращающие виды на море и там он яхта знаете что это в общем алексей обязательно вам подпишет я не знаю чья это яхта но я знаю что она под санкции смотрите какой балкончик с такое белый камень вспомнила как называется белый камень здесь смотрите сразу эти камни обрыв море открытое такое красивое мне кажется еще вечернее время здесь тоже очень красиво все подсвечивается мы сейчас вышли на солнечную сторону вот там виднеется триест там онлайнер порт очень много подсветки то есть естественно в вечернее время это можно и выйдет тоже издалека тут обрыв смотри высокий давить какой высокий тут кстати когда мы сейчас шли недавно был шторм тоже разбила много берега камни вот сюда в общем эта волна не доходит я надеюсь смотри какой красивый там вот скала в целом сюда приехать вот на два-три часа погулять развеяться провести классно время ну так живописно посмотреть природу там еще и пляжи мы проходили там и даже до сих пор отдыхающие лежат просто на солнышке загорает мне здесь еще это место очень понравилось во-первых здесь большие этажные окна самого замка фонтан зеленая клумба есть лавочки в общем везде фото зона очень все красиво и великолепно как ты погулял нормально я хочу поступать сначала в гимназию либо как-то попробовать скиднуть 9 класс поступать в гимназию то скорее либо если не получится то получается в обычном гимназии параллельно научиться на какой-то профессии дополнительно и потом поступить в университет в вене я очень хочу в вене учиться такие вот дела в общем да мы сейчас заняты тем что мы выбираем путь по которому пойдет алиса в славянская школа европейская гимназия как это все правильно простроить структурировать чтобы потом было безошибочно правильное выбрана решение надеюсь в общем мы в поисках пути решения для алис ну что ребята приезжайте словению переезжайте словению в италию приезжаете вот даже такое местечко это мы с вами прощаемся всем до новых встреч и пока пока м